Смородина – одна из самых ароматных и доступных ягод. Кустарник неприхотлив и не требует специфического ухода. Он дает хороший урожай даже на севере. Вкусные и богатые витаминами плоды можно есть прямо с куста, перерабатывать или замораживать. Сроки зрелости зависят от сорта, региона возделывания и погодных условий. Если лето выдалось дождливым и холодным, урожай созреет позже на 10-15 дней. Черная смородина. Для определения спелости ориентируются по внешним признакам плодов. Они приобретают черный цвет и кисло-сладкие на вкус. Ранние сорта экзотика дачница селеченская собирают с конца июня до начала июля. Подходят для регионов с холодным климатом. Среднеспелые сорта дубровская, добрыни, перун, зреют к началу августа. Поздние виды – венера, волок да катюша – выращивают лишь в теплых регионах. Урожай собирают с третьей декады августа по первый месяц осени. Плоды кустарника, который растет на солнце, созреют быстрее, чем те, которые растут в тени. На молодых растениях ягоды созреют быстрее, их не заслоняют толстые побеги. Красная смородина. Обычно она созревает на 10-15 дней раньше черной. Приблизительное время созревания зависит от сорта. Ранние сорта – вика голландская розовая виксны – готовы к сбору со второй по четвертую декаду июня. Среднеспелая голландская красная, рондом – сахарная, с 15 по 31 июля. Поздние виды розеты – мармелодницы аравада, собирают с 1 по 10 августа. В отличие от черной смородины, ягоды кустарника не осыпаются и их не обязательно снимать сразу после покраснения. Однако и затягивать сроки рискованно, из-за внезапного ухудшения погоды можно потерять весь урожай. Белая смородина. Ягода отличается от красной только цветом. Сроки уборки урожая аналогичны. Когда можно собирать смородину в регионах России. Урожай собирают утром или вечером, когда нет жары и росы. Плоды, собранные в знойную погоду, хуже хранятся. Нежелательно собирать после дождя, смородина будет лопаться. В Сибири. В регионе выращивают ранее среднеспелые сорта. Они готовы к уборке с середины июля по конец августа. Сбор выполняют до наступления первых заморозков. Похолодание может начаться уже в сентябре. На Урале. В регионе хороший урожай дают красноплодные, черноплодные и белоплодные сорта. Созревание наступает на 45-е и 50-е сутки после вступления растения в период плодоношения. Сбор выполняют до середины августа. В средней полосе России. Время, когда лучше собирать смородину в Подмосковье и Ленинградской области, зависит от ее сорта. В регионах рекомендуется выращивать ранние и среднеспелые виды. Раннюю красную смородину убирают в конце июня, черную – до начала июля. Среднеспелые сорта красной ягоды готовы к уборке к концу июля, черной – к началу августа. На юге. В регионе возделывают смородину любого срока созревания. Можно наслаждаться урожаем круглый год, если выращивать на одном участке ранее, среднеспелые и поздние сорта. Плодоношение растянуто, ягоды собираются июня по сентябрь по мере их созревания. Как понять, что ягоды созрели? Не стоит дожидаться, пока созреют все ягоды с куста. Смородину собирают по мере зрелости плодов. Можно приступать к уборке, если черешок становится коричневым, а ягоды просвечиваются, видны косточки, для красноплодных и белоплодных сортов. Становятся темными и нет зеленоватой мякоти, для черноплодных сортов. Приобретают блеск и насыщенный цвет. Легко снимаются с ветки. Плоды можно собирать в стадии технической зрелости. На данном этапе они приобретают размер и цвет, который соответствует сортовым характеристикам. Зеленые ягоды не подлежат сбору и хранению. В домашних условиях они не дозреют. Не подходят они и для употребления в пищу, продукт может вызвать нарушение пищеварения. Как быстро собрать смородину? На небольших участках плоды собирают вручную. Собирать рекомендуется веточками, чтобы не повредить нежную кожуру. Если кустарников много, облегчить сбор помогут специальные приспособления. Комбайн, ветку оттягивают, приспособлением проводят снизу вверх. Ягоды окажутся внутри. Недостаток, придется затратить больше времени на переборку. Самодельное приспособление из пластиковой бутылки. Берут бутылку, ножницами делают отверстие в форме капли. Узкой стороной оно должно быть направлено к донышку. Как правильно собирать смородину? Приспособление подводят к ягодам и делают резкое движение вперед. По мере наполнения плоды пересыпают в другую емкость. Секатор инструментом срезают веточки с ягодами. Они падают в заранее подготовленную емкость. Плоды белой и красной смородины собирают вместе с ветками, черной каждую ягоду отдельно. В последнем случае ускорить процесс поможет обычная металлическая вилка. Плодоножку протягивают между зубьями и ягоды осыпаются. Способ подходит, если плоды собирают в стадии технической зрелости. При достижении потребительской зрелости они могут превратиться в вязкую массу. Не рекомендуется без надобности пересыпать плоды в разные емкости, собранная черная смородина будет плохо храниться. Чтобы собрать ягоды, которые достигли потребительской зрелости, землю под кустарником застилают мешковиной. Куст встряхивают, плоды осыпаются. Их пересыпают с подстилки в ведро. Недостаток – придется долго перебирать, ведь вместе с плодами на ткань падают листья и прочий ссор. Как перебрать и хранить смородину? Процесс переборки длительный. Смородину вручную отделяют от плодоножек и удаляют мусор. Чтобы ускорить процедуру, садоводы используют различные хитрости. Чтобы отделить ягоды от веток, используют гребень с редкими зубцами. Плодоножки можно частично оставить, они не повлияют на вкус консервации и длительность хранения. Смородину продувают феном, чтобы удалить соринки, листья и другой мусор. Для удаления сора смородину заливают водой, а затем жидкость сливают. Способ не подходит, если продукт будет долго храниться. Ягоду просушивают на бумажных салфетках. У садоводов популярен метод перебора ягод с помощью стиральной доски. Предмет устанавливают в широкую миску под углом 40 градусов и высыпают плоды по одной горсти. Смородина скатывается в миску, а мусор остается на ребрах доски. Спелая ягода сохраняет товарный вид в течение пяти суток при хранении в холодильнике и не более суток, если она хранится при комнатной температуре. Существует несколько вариантов хранения. Высушивание. В жаркую погоду смородину сушат на открытом воздухе. Можно сушить в духовке, рассыпать ягоды на противень, установить температуру 100 градусов и держать 2 часа. Высушенные плоды хранят в холщовых мешках или стеклянных банках. Приготовить варенье, джемы, ликеры, настойки. Хранение в зеленой зоне холодильника. Так плоды сохранятся до двух месяцев. Замораживание и хранение в целлофановых пакетах. При температуре от минус 18 и ниже ягода сохранится до следующего сезона. Чтобы сохранить максимальное количество витаминов, смородину надо уметь правильно разморозить. Температуру меняют плавно. Прежде чем есть смородину, из морозильной камеры ее помещают сначала в холодильник. Вместе с ягодами заготавливают и листья смородины. Лучшее время, когда собирать листья черной и красной смородины, с конца июня по начало июля. Мыть собранную листву нежелательно, придется затратить больше времени на сушку. Поэтому листья моют прямо на кусте с помощью шланга и дают обсохнуть в течение суток. Далее собирают, перебирают и приступают к сушке. Противень застилают пергаментной бумагой, сверху кладут сорванные листья и устанавливают температуру 55 градусов на 8 часов. Время приблизительно и зависит от мощности духовки. Засушенные листья добавляют в чаи и компоты для придания насыщенного вкуса и аромата. Сбор ягод – трудоемкий и кропотливый процесс, который требует временных затрат. Мелкие плоды снежной кожицы не всегда можно собрать с помощью приспособлений. Важно, чтобы при сборе они не повредились, тогда они дольше сохранятся.